26 декабря 1941 года суда Азовской военной флотилии Керченской военно-морской базы подошли к побережью Керченского полуострова, словно предвещая битву, на море бушевал семибальный шторм. Советские десантные группы 224-й стрелковой дивизии и 83-й бригады морской пехоты, несмотря на противодействие со стороны противника, начали высадку на побережье. Десантирование проходило тяжело, так как баржи, шлюпки и другие мелкие суда не могли самостоятельно противостоять непогоде. Некоторые из них разбивались о скалы, другие же уносило обратно в море. Буксиры, разыскивая уцелевшие суда, тащили их к Крымскому берегу. Под бомбежкой немецкой авиации красноармейцы высаживались прямо в ледяное море, и десантники по грудь в воде упрямо шли к берегу и вступали в бой. Снаряжение, боеприпасы и легкие орудия они выносили на берег на руках. Преодолевая погодные условия и сопротивление немцев, десантникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Контратаки нацистов не заставили себя долго ждать. Из-под Феодосии для уничтожения десанта в район Керчи была переброшена 46-я пехотная дивизия вермахта. Основные схватки происходили 28 декабря, и к вечеру почти все плацдармы были ликвидированы. Советским частям удалось закрепиться только в районе Камыш-Баруна, а на северном побережье остались разрозненные группы красноармейцев, которых прижали к морю. Они в ожидании смерти готовились к последнему бою. Немцы решили отложить атаку до следующего дня и даже доложили в штаб, что 29 декабря советским десантам будет покончено. А когда забрежил рассвет, то нацистов на своих позициях не оказалось, они просто ушли. Крымский полуостров не фигурировал в немецком плане Барбаросса, но после того, как 15 июля 1941 года советская авиация Черноморского флота начала бомбить румынские нефтепромыслы, нацисты изменили свои планы. В сентябре 11-я армия Манштейна форсировала Днепр и вышла на подступы к Перекопу. Нацисты прорвали советскую оборону и к 3 ноября заняли Евпаторию, Саки и Симферополь. Части Красной Армии, оказывая разрозненное сопротивление, отошли к Севастополю и Керчи. Попытка отступающих советских войск закрепиться на Керченском полуострове оказалась безуспешной. В итоге, под давлением 42-го армейского корпуса вермахта, остатки 51-й армии не смогли удержаться в Крыму. И 16 ноября были эвакуированы на Таманский полуостров. Немцы заняли Керч. До войны Керч была крупным промышленным городом. На ее территории было построено 169 предприятий, из них 69 крупных. Основу промышленности составляли металлургия, судостроение, судоремонт, рыболовство, переработка рыбы, стекольное и железорудное производство. На заводах и фабриках города трудилось около 42 тысяч рабочих, а население Керчи к 1939 году превысило 100 тысяч человек. После начала войны город Керч был превращен в твердую опору армии. На заводах и фабриках круглосуточно выпускали продукцию для фронта. В 1-ю крымскую дивизию 51-й армии ушло служить более 15 тысяч керчан. В боях за Крымский полуостров почти все они погибли или пропали без вести. Также через Керч на Таманский полуостров происходила эвакуация раненых и мирных жителей. Спасти от нацистов удалось 200 тысяч человек. 7 декабря Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед командованием Закавказского фронта задачу в двухнедельный срок подготовить и провести десантную операцию для владения Керченским полуостровом. Первоначально план операции состоял в том, чтобы десант двух армий высадить в район Керчи, но командующий Черноморским флотом Октябрьский внес коррективы в этот план, добавив дополнительную высадку в Феодосии. Этим своим решением он превратил вероятную катастрофу в успех. 29 декабря, когда десант возле Керчи сражался в 46-й пехотной дивизии вермахта, в 6 часов утра к бонам, заграждающим вход в порт Феодосии, подошел один из катеров Черноморского флота под командованием лейтенанта Гайдая. Капитан имел приказ подорвать деревянные заграждения для прорыва кораблей внутрь, чтобы высадить десант прямо в порту Феодосии. Но лейтенант Гайдай струсил и самовольно ушел в Новороссийск. Вся операция находилась на грани провала. Впоследствии Гайдай предстал перед судом военного трибунала и был приговорен к расстрелу. Ситуацию спас другой катер, который смог уничтожить заграждение, и десантные корабли устремились в порт. В первой волне десанта вместо обстрелянных моряков из 79-й бригады, которых перед самым штурмом отправили в Севастополь, высаживались части, недавно сформированные в Закавказье. Эти войска никогда не были в боях, плохо говорили по-русски и никогда не видели кораблей, но высадка в Феодосии была неожиданностью для немцев. Они были выбиты из города, а командир 42-го армейского корпуса Ганс фон Шпонек, наплевав на прямой приказ Манштейна удерживать Керченский полуостров во что бы то ни стало, отдал приказ об отступлении. Впоследствии Шпонек предстал перед судом и в 1944 году был расстрелян. Немцы поспешно отошли, а остатки десанта в районе Керчи, которые готовились к последнему бою, были спасены. После освобождения Керчи сразу стали видны все садистские наклонности оккупационных властей в отношении мирных жителей. В шести километрах от рабочего поселка Багерово советской армии был обнаружен противотанковый ров с расстрелянными людьми. Ансайдс группы СС уничтожили около 7 тысяч мирных жителей из Керчи и окрестных населенных пунктов, ни щадя ни женщин, ни детей. Нацисты даже не пытались скрыть свое преступление. Вокруг рва валялись личные вещи убитых и даже детские игрушки. Советские власти задокументировали это преступление и довели эту информацию до сведения союзников. Организатор Багеровского расстрела Эрик фон Манштейн, подписавший 20 ноября 1941 года преступный приказ о необходимости жестокого наказания советских евреев и большевиков в Крыму, после войны был приговорен британским трибуналом к 18 годам тюрьмы с формулировкой «За недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения и применение тактики выжженной земли». Но уже в 1953 году он был освобожден по состоянию здоровья. Красная армия не могла долго удерживать Керченский полуостров в своих руках. Уже в январе 1942 года, сняв войска из-под Севастополя, немцы смогли отбить Феодосию. Манштейну для уничтожения советских войск в Крыму прислали свежую 22-ю танковую дивизию и 8-й авиакорпус Вольфрама фон Рихтговена. Это позволило Манштейну приступить к операции охоты на дров. На Керченском полуострове он применил свою тактику ударов серпом, которая сработала еще при разгроме Франции. Использовав господство в воздухе, немецкие части прорвали советскую оборону вдоль берега Черного моря, где стояла потрепанная в боях 63-я пехотная дивизия, и повернули к Азовскому морю в тыл главным силам Крымского фронта. Трагедии можно было бы избежать, но командующий 44-й армией генерал-лейтенант Степан Иванович Черняк промедлил с выдвижением резервов на несколько часов. В резерве находились танки КВ, которые могли бы остановить немецкое наступление, но из-за нерасторопности командующего, нацисты к месту прорыва успели потянуть новейшую технику. Штурмовые длинноствольные орудия штурмгершутс-3, и когда КВ все-таки пошли в контратаку, то немцы их легко уничтожили один за другим. Но удар резервов все-таки приостановил немецкое наступление, и 51-я и 44-я армии смогли отступить и избежать окружения. Только уже задержаться ни на турецком валу, ни в районе керченского обвода советские войска уже не смогли. Колонны красноармейцев в голых степях громились авиации противника с воздуха, а 22-я танковая дивизия вермахта не давала закрепиться отступающим частям Красной армии. Ненадолго немцев удалось удержать на подступах к Керчи, контратаками советских танков и огнем с кораблей Черноморского флота. Спасти разгромленные части можно было только эвакуацией их на Таманский полуостров. Для этого советским командованием был собран так называемый Тюлькин флот, состоящий из сейнеров, барш, тральщиков, баркасов и буксиров. Эвакуировать удалось около 140 тысяч человек, а потери Крымского фронта составили 176 тысяч человек, причем 80% невозвратных потерь. За этот провал практически все высшие командиры, отвечающие за Крымский фронт, были сняты со своих должностей и понижены в званиях. А генерал-лейтенант Черняк был понижен на два звания до полковника. В районе Аджимушкая прикрывали отход советских частей солдат, и под командованием полковника Павла Максимовича Ягунова. Постепенно к этому отряду присоединялись отступающие группы солдат. Эти силы смогли оттянуть внимание нацистов на себя и дали возможность провести эвакуацию, но сами они остались в полном окружении. Выполнив свою задачу, солдаты прикрытия ушли под землю в катакомбы Аджимушкайских каменоломен. Туда же бежали, спасаясь от жестокости нацистов и мирные жители Керчи и близлежащих населенных пунктов. Также катакомбам еще несколько дней пробивались из окружения отдельные группы красноармейцев. Аджимушкайские каменоломни являются искусственными пещерами, которые возникли в результате добычи известняка на протяжении нескольких веков. Почти 170 дней продолжалась героическая оборона подземного Керченского Бреста. Сразу же полковник Ягунов приказал провести учет комсостава и бойцов, находящихся в каменоломнях. Весь личный состав гарнизона был разделен на три батальона. Под землей был создан штаб, служба связи, тыла, группа разведки, химический отдел, особый отдел, военная прокуратура и военный трибунал. Немцы несколько раз пытались штурмовать Аджимушкайские каменоломни, но все их попытки оказались тщетными. Чтобы принудить партизан сдаться, они зарывали на поверхности мощные авиационные бомбы и подрывали их. Эти взрывы обрушивали своды подземелий, заваливая людей заживо, но гарнизон катакомб решил стоять до конца. В тяжелых условиях защитники вели партизанскую деятельность. Солдат и беженцев в подземных ходах скопилось около 15 тысяч человек. Запасы еды, медикаменты и боеприпасы катастрофически таяли. Их приходилось отбивать у немцев. Тяжелее всего было с водой. Каждая вылазка к колодцам сопровождалась кровопролитными боями. Немцы, догадавшись о проблемах с водой у осажденных, завалили близлежащие колодцы камнями и землей. Защитниками в подземелье было обнаружено несколько мест, где жидкость капала с потолка. Всю воду строго учитывали и раздавали по несколько глотков, в первую очередь детям, а также раненым и больным в госпитале. Солдатами была предпринята попытка вырыть два колодца прямо в каменоломнях. В течение полумесяца они долбили неподатливый каменистый грунт, пока не достигли водоносного слоя. Правда, один колодец был сразу же завален мощным взрывом на поверхности. Зато второй колодец решил проблему водоснабжения в катакомбах. После падения Севастополя, Аджамушкай в 1942 году стал последним населенным пунктом Крыма, оказывающим сопротивление. Лишь в октябре оставшиеся в живых 48 человек гарнизона были захвачены в состоянии полного истощения. Вторая оккупация Керчи имела более трагичные последствия. За 17 месяцев погибло около 15 тысяч человек от голода и расстрелов, а 14 тысяч мирных граждан было увезено для работ в Германию. 1 октября 1943 года советским командованием была предпринята Керченская-Эльтигельская десантная операция. В район Эльтигена было доставлено около 9,5 тысяч человек с тяжелыми орудиями, минометами, боеприпасами и питанием. Для уничтожения этого десанта немцы стянули все силы с Крымского полуострова. А 2 ноября началась вторая волна высадки десанта. На сей раз советскими войсками штурмовался берег в районе Керчи, у села Глейки и поселка Жуковки. К исходу 11 ноября на Керченский полуостров переправилось почти 28 тысяч человек, и десант захватил оперативный плацдарм на участке от Азовского моря до предмести Керчи. Этому десанту не удалось взять сам город, но он продержался, удерживая плацдарм до крымской освободительной операции. 11 апреля 1944 года в обезлюдевший и разрушенный город вошли регулярные части советской армии. Керч встречал освободителей в руинах и на пепелищах. От советского информбюро войска отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овладели городом и крепостью Керчь. Важным опорным курсом обороны немцев на восточном побережье Крыма. За мужество и героизм, проявленные жителями города во время Великой Отечественной войны, в 1973 году Керчи присвоено высокое звание города-героя. На вершине горы Митридат установлен видимый со всех сторон обелиск славы. Каждый год тысячи керчан и гостей города поднимаются сюда, чтобы почтить память погибших и отдать дань всем героям-освободителям.